Десятки интересных вопросов от журналистов и интересные ответы. Причины нестабильных результатов сборной России скрываются за нестабильным финансированием хоккейных клубов. Большие чемпионы вырастают из маленьких хоккеистов. Еще одна причина. Тренера всегда приглашают из-за границы. Хороших солидные клубы не отдают. Тренировать нашу команду приезжают свободные. Факты, о которых вы сказали, по всему параметру мы проявили, и по количеству катков, и даже по отношению к хоккею, родителей, ребят. Та безмерная любовь, которая есть, особенно это касается Канады, конечно, она перехлёстывает все разумные предположения. Почему? Потому что мы буквально три дня назад вернулись в то, что вы говорили, когда вы вешали в Ангудове маяку Павла Буре, который там уже закончил играть 15 лет назад. И тем не менее, когда все это действие происходило, если передать словами, то это очень трудно будет сделать. Потому что настолько это было, знаете, не так, ну, то, что сказать, почётно, не почётно, а трогательно. В общем, ну, на что, в общем-то, какие, не семи, гементальные люди, да, но до слёз в глаза, когда 20 тысяч, и все стоят приветствуют, и там, не передать словами, когда сидят с детьми и все пытаются там быть с ребёнком 8-месячным, да, и с фашистами реагируются. Советский хоккей сам по себе явление уникальное. Нашу школу попытались перенять канадцы. Успешно. Российская команда от такой ассимиляции потеряла несколько позиций в рейтинговых таблицах и в технике игры. После серии 72-го года канадцы, в общем-то, тоже пересмотрели свой стиль игры, свою манеру. И, надо сказать, у них это получилось, потому что они взяли все лучшие черты, которые, в общем-то, были присущи в советском хоккее. Они стали больше после этой серии комбинировать, больше стали играть в европейский стиль, переняли наши советские, европейские. В то же время, в то же время, надо сказать, что именно после этой серии у нас уже стали больше появляться грязи. Вот эти саксы, то всякие, то, что, в общем-то, характерно было канадцам. Хриловский игрок, надо сказать, что попытались, попытались одно время, когда по горячей среде стали больше бросать. Ну и потом, когда это все опять саксовало на нет, но не получилось, знаете, взять самые лучшие черты, черты канадцев. Александр Якушев в хоккей пришел через футбол. Заниматься любимым видом спорта начал в 10 лет. Любовь в хоккей пересилила и уже не отпускала, и не отпускает после этого. Поэтому так вот расстроилась, среклаживая. Хоккей пересилил. 13 лет вы пришли ходить, да? Познавали? Нет, не в 13. Если сейчас, если сейчас футбол уже записываются в 5 лет, даже в 4, родители стали обновленными. То я записался в первую организованную команду, довольно всякого, в 10 лет. В 10 лет, а в футболе еще раньше. Но я считаю, что мне повезло, что судьба совала меня с тем клубом, за которым я болел, за который хотел играть. И так, в общем, в 17 лет я переграл в хоккейном футболе. От журналистов прозвучал вопрос о сравнительно новом художественном фильме «Легенда номер 17». Отношение Александра Якушева многогранно. С одной стороны, художественный фильм имеет право на художественное отступление. И со всех сторон советские хоккеисты все достойны того, чтобы о них сняли кино.